Здравствуйте, дорогие друзья! Я только проснулся и уже в игру добавили новый скин на Рикошета. Сейчас мы его купим, на нем поиграем и обсудим парочку глобальных мировых новостей. Итак, сейчас карта Штольня идеально, Рикошет зайдет сюда, но только в дуо. В соло такое себе. Вот такой вот скин на Рикошета, стоит 150 гемов. Я, по-моему, предыдущий скин... На кого он был? Вспомнить сразу не могу. На кого-то точно был. Блин, представляете, отшибла память. Первый Мортис, второй... Кто был второй? Что с... Что с такое? Что с... Спраут. Да, я его не разыгрывал. Он 30 гемов стоил. Ну, я думаю, ну, смысл разыгрывать? Ну, 30 гемов накопить может, ну, практически каждый. Не знаю, брал пас там пройти и накопит. То 150 гемов, в принципе, сумма, возможно, для кого-то и неподъемная. Особенно для тех, кто еще учится в школе, да? Ну, я имею в виду для тех, у кого еще... Ну, понятно, все. Я не знаю. Я еще не проснулся, ребят. Не могу формулировать мысли. Короче, это 10 долларов. Один Рикошет стоит. Я разыграю три таких Рикошета по 10 долларов. Три моих любых подписчика получат по 10 долларов. Ребят, 10 долларов это 750 рублей, по-моему. Я думаю, что лишними во время карантина никому не будут. Значит... Блин, мне 5 гемов не хватает, серьезно. Надо докупить, надо докупить сейчас. Так, я купил. Сейчас я куплю Рикошета. Пойдем катать и будем кое-что обсуждать. Там, короче, на меня кое-кто бочку катит, да? Там кое-кто быкует. Сейчас мы разберемся со всеми, ребят. Итак, покупаем Рикошета. Он, конечно, странный немножко. Ну, мне он не нравится как Рикошет. Для Рикошета он не подходит, скин. Вот этот классный скин. Ну, вот этот. Ну, да ладно. Все равно 750 рублей так или иначе разыгрываются. Еще очень важный момент, дорогие подписчики. Я не захожу на ваши аккаунты и не доначу. Я выдаю призы только на электронные кошельки. Киви кошелек, Яндекс, Вебмани, неважно. Какой угодно кошелек. Если вдруг у вас по каким-то причинам кошелек не рабочий или вы не можете получить средства, я не буду идти на крайние меры и все равно заходить на ваши аккаунты. Не просите, потому что многие победители иногда говорят, ну, вот у меня нету паспорта, чтобы кошелек идентифицировать. Пожалуйста, задонать мне, зайди. Не, ребят, я скину вам деньги. На донаталерс, на карту, если вы с моей стороны. Ну, не важно. Что надо сделать, чтобы выиграть вот этот скин? Совершенно бесплатно. 750 рублей. Внимание. Подписаться на канал, поставить лайк и подписаться на три инстаграма. Я думаю, на два из них вы уже давно подписаны. Первый – это мой инстаграм. Второй – это инстаграм моего сына Данилы. Здесь будет новая фотография. Надо будет оставить комментарий под этой фотографией. Именно у Данилы, не у меня будет фотография. И последний новый инстаграм – это, ребята, Ева. Девочка Ева, возможно, вы ее не знаете, это племянница моего друга. Вот. Она не покупала рекламу, я просто решил ее добавить, как бы, ну, не в спонсоры, а в конкурс. Она хочет стать моделью, вот, и, может быть, вам, может, вам будет интересно наблюдать за ее историей. Вот. Поэтому подписывайтесь, поддерживайте Данила, меня, Ева, на инстаграм. Подписывайтесь и участвуйте в этом крутом конкурсе по 10 долларов троим. Вот. Ну что, пришло время поговорить. Давайте я попробую, может, сыграть с кем-то. Может, кто-то нормальный кинет дуо. Я хочу дуо. Вот, с Владами сыграем дуо. Так. Ставим ШД. Итак. Дорогие друзья, у меня предыдущий видос вышел, где я выиграл Лал Ю в геймграбе, вчера, на стриме, когда тренировался на Мортисе. И ролик назвал «Унизил Лал Ю на Мортисе». Причем, это название, как ни странно, мне посоветовал, по-моему, сам Лал Ю. Мы вчера на стриме придумывали название к ролику. И, по-моему, не помню, он или, ну, кто сказал, что такое, мы пойдем играть, нет? Встав, штольню. Так вот. Я выиграл вчера Лал Ю и назвал ролик «Унизил Лал Ю на Мортисе». Сегодня, без объявления войны, Лал Ю выпускает ролик на своем канале «Холдик». Принимай вызов. Я такой, оба-на. А ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут. И там, ребятки, Лал Ю предлагает мне батл. Либо кто больше апнет Мортиса за сезон, либо один на один. И вот он мне личное сообщение присылает. Ты этот вызов-то принимаешь или не принимаешь, а? Ой, во-первых, я не собираюсь в этом сезоне пушить Мортиса. На это уйдет много времени. Конечно же, это бессмысленно на данный момент. Если хочешь именно попушить так на сезон какой-то, то это надо выбрать определенный момент, когда, ну, я спланирую себе график и это сделаем. Второе. Какой нахер один на один? Какой? Ребят, да мы же все прекрасно знаем, с какой целью Лал Ю такой ролик сделал. Похайпиться. Кто из нас играет три года на Мортисе? Кто из нас задрот на Мортисе? Да, конечно, он. И он это прекрасно понимает, что у него шансов больше. Если он затащит в баттле, он еще и хайпанет на этом. При том, что шансы неравные. Я только начал учиться на Мортисе. Я только недавно на нем начал играть 3 на 3. Да я вообще только недавно 3 на 3 начал играть. Он с самого релиза игры играет 3 на 3. Я шедешер. Я только недавно вот начал учиться и играть. То, что я его выиграл, для меня это, ну, вот видите, я даже ролик назвал в честь того, что я выиграл Лал Ю. Типа, игрок хороший, комплимент тебе. А еще Лал Ю, я на тебя ссылку в ролике оставил, ты просил. Ты на меня нет. Мне хоть и реклама не нужна, но мог бы для приличия это сделать. Тем более вызов бросаешь. Ай-яй-яй. Конечно же, ребята, какой нахрен вызов? Какой? Я не дам. Ты, блин, представляете, он на этом хочет просто хайпануть. Он прекрасно знает, что шансы неравные. Ну, блин, ну я не знаю, как играть 1 на 1 Мортис на Мортис. Я вообще на Мортисе не умею. Вот только учусь. И то, что у меня получается, мне это льстит. Вот. Ничего, Лал Ю, придет время. Дай мне немножко позадротить. И, может быть, когда-нибудь и столкнемся с тобой в схватке. Я вот, кстати, не играл весь бой, и мы проиграли. Видишь, из-за тебя? Но, ладно, третье место. Поэтому, Лал Ю. Пушить за сезон еще можно, да? Еще интересно. Какой-то есть азарт. И то, опять же, считаю, неравные шансы. Потому что, где я и где ты там? Ну, понятное дело, ты играешь с самого начала на своем копателе. Вот. Хотя я вообще Мортиса ненавидел, не любил вообще. Для меня это самый фу-фу-фу персонаж. Просто сейчас я его разглядел под другим углом. Знаете, вот как художник стал. А вот с этой стороны он неплох. И вот, короче, я решил на нем просто сейчас задротить. Но, Лал Ю так это выбесило, что я его выиграл на Мортисе. На его, как бы, козыре. Да, это же его... У него канал весь завязан на вот этот амплуа. Типа, он лучший игрок в мире на Мортисе. Хотя топы так не считают. Вот. Но мне все равно. Я, как бы... Я точно хуже уровень игрок. Поэтому, Лал, ну какой вызов? Ну, брось. Ну, на что ты? Какой... Успокойся. Не хайпанешь ты не на этом. Сорян. Вот. А так, большое уважение. Жду снайпа. Ты еще сможешь мне отомстить. Заснайпить меня. Главное, не проигрывай, когда снайпишь. Ребят, если вы этот не в курсе, это не какой-то конфликт, ссора. Мы с Лал Ю в Дискорде на стриме всегда общаемся. Рофлим, такие дружеские рофлы. Вот. Хотя, какой мне друг. Ну, да ладно. Я знаю, что большинство из вас просто еще могут не понимать. Это всего... Не, слушай, не. Ну, бой не заходит. Тут надо метать. Реально. Бой, рикошет не заходит. Нужен какой-то метатель или либо танк. Да я еще, конечно, так играю, на самом деле, на 800 кубков. Хотя, может, вот тут как раз-таки... Бомбит, как мы умерли. Все, давайте катку отыграем. Не, ну он... Он просто... Сейчас я скажу, кого взять. Все. Вот так вот бери. Шелли. Ну, не знаю. Шелли, не Шелли. Может, Динамайк бы зашел. Плевать. Спраут зашел бы, может быть. Ну, мы попробуем на Шелли. Все. Поэтому... Сережа Мортис. Сорян. Ну, не повезло, не фартануло. Все еще раз выиграешь. Или я тебе отдам все еще раз в катку. Ну, без обид. Ну, честно. Такс. Окей. Надеюсь, мы с этим и решили. Я понимаю, ребята, вас. Возможно, вы хотели, чтобы... Ну, допустим, тот, кто фанат мой. Или... Я не знаю. Или... Ну, или просто посмотреть за этой схваткой. Может, вам было бы интересно. Но, увы, увы. Это нечестная будет схватка. И в этом я смысла не вижу никакого. Потому что... Ну, тут результат очевиден. Понимаю еще, если бы там что-то от меня зависело. Если бы что-то я там еще мог предпринять. Там, попробовать, попытаться. То еще ладно. Но... Пфин. Камон. Ну, вы серьезно. Ну, вы прекрасно понимаете, какие шансы у меня. Какие у него. И он просто на этом хайпанет. И все. Нет. Такая тактика меня не устраивает. Если и батли, то на равных надо. Вот, допустим... Я бы еще понял бы, да, когда вышел новый персонаж. Гейл, допустим, да. И вот он тоже хотел перепушить меня. Помните, он говорил, я запушил Гейла на тысячу. Не, не я. Команда, с которой я играл, мы запушили Гейла на тысячу. Потому что там не мои заслуги. И Лал говорил, да все, готовься. Я его на 1250 пушу. Перепушу Холдика. По-моему, сезон закончился. Он так на 700 и остался. Так вот, к чему это я? Я еще понимаю, на новых персонажах, на которых не знаешь механики, не имеешь опыта. Но там, в принципе, побаттлить еще, ну, плюс-минус куда не шло. Хотя, опять же, опыт игры все равно, я думаю, у него больше. Но, тем не менее, на Мортисах один на один. Да ты бы еще, не знаю, бабушку мою вызвал на баттл. Успокойся, блин. Ой, боже. Поэтому не обижайся, что вчера проиграл. Это игра. Ничего, сегодня ты меня, завтра... Ну, я тебя, понимаешь, да? Вот такие вот дела. Слушай, Лал Ю, да ты и так сейчас получишь неплохой фидбэк. Смотри, сейчас все перейдут смотреть, что ты там за ролик записал. Вот тебе уже. Но в этот раз без ссылок. Короче, ребята, тема такая. Да, вроде как рикошета купил, но целый видос общались про Лал Ю. Пишите свое мнение по этому поводу в комментариях, согласны вы со мной или нет. По-любому будут не согласны, но... Я знаю, о чем я говорю. Поэтому спасибо вам всем за просмотр. Лал, хайпанешь еще, не переживай. Еще и по баттлям, если хочешь, да. Но когда будут силы равны хотя бы. Вот. Хотя, опять же, насчет команды 3х3, я ни в коем случае не говорю, что команда слабее. Потому что я не могу говорить ни в коем случае за Дарк Ангела и за Миттал Шарка. Они очень сильно. Я говорю лишь за себя в этом случае. И я с тобой, если силы сравнивать, проигрываю. И ты это прекрасно знаешь. Но, Лал, я понимаю, что тебе обидно, что ты вчера проиграл. Ну, попросил бы, я слил что-то. Все, спасибо всем за просмотр. Лал, я жду снайпов. Всем пока.